Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в мэджик дуэли, сюжетный режим за Лилиану Вес и второй бой в ее компании. Сейчас узнаем какое. Вы узнаете, что этот мир называется Инистрадом. Инистрад. И олень почему-то. Здесь вы постигаете темные тайны некромантии у оленя, чтобы сразиться со смертью, подобравшейся к вам слишком близко. Новобретенная сила переполняет вас, и наткнувшись на хижину ведьм-отшельницы, вы решаете проверить свои способности в деле. Хижина ведьмы-отшельница. Ведьма-отшельница. Какой-то ведьма, а не ведьма. Еще и ходит первый. Так, три земли, всякая ерунда. Ну, хорошо. Хорошо, вполне устраивает. Уставляем. Особенно вот это хорошо. Все хорошо. А ведьма-отшельница, наверное, зелено-черная или просто зеленая. Так, а мы тем временем запускаем какого-то шаркающего гоблина. Берем, берем. Что это было сейчас? Берем. Кроме того, за одну ману есть костяные осколки. В качестве дополнительной стоимости разыгрывания костяных осколков пожертвуйте существо, уничтожьте существо. Это как раз можно в комбинации с кошками разыгрывать. Оппонент еще будет скидывать карты, но... Но, пожалуй, надо... Кто такой? Волк. 2-2. А за 2 и зеленый получает плюс 2-2 до конца хода. И только один раз. Ну, то есть максимум он может быть 4-4. Если потратится 3 маны. Хорошо. Почему нет? Я за. Все за. Кто-нибудь против? Ставьте лайк. Сколько кошек-то у нее? Так, теперь 2 маны. Но кошку выводим. Что делать? Он же за бесплатно. Когда он умирает? Ага. Все. Давайте атаковать. Может он потратит своего чудо-волка. Блокируем нашего гоблина. И тогда мы его добьем 1-1. Но он... Нет, он не хочет так делать. Ведь не хочет. Судя по всему, не хочет. Он хочет делать его 4-4. И атаковать... Прям... Прям вот нас. А еще он может вывести этих волков... Много. Хочешь, не хочешь, придется, наверное, кошкой. При этом он сбрасывает случайно выбранную карту. Ну, давай, сбрасывай случайно выбранную карту. Он даже не использовал ману, чтобы усилить волка. Хитрил да. Вот он сбрасывает случайно выбранную карту, которая... Нападение на добычу. А это хорошая карта. Одна из лучших в зеленых колодах. Так, костяные осколки. Пожертвуйте существо. Что-то что устроили? Ну, это волшебство. Это не... Не мгновенное заклинание. Ну, пока нет. Пока... Пока что так. Ну, и что делать? Атаковать или блокировать? Ну, давайте атаковать. Потом, если что, этого волка заблокируем кошкой. Он еще скинет карту. Так будет потихоньку его колода... Вернее, рука будет пустой. Значит, не сильно он... Она. Ведьма написана. Не сильно покастует магии. С другой стороны, можно таки и... Сразу это применить на него. Или подождем. Подождем. Может, будет какое-то потолще существо. Вот его и убьем. Наверное. Конечно, он будет атаковать. И мы будем кошкой блокировать. Ну, такая судьба этой кошки. Что поделаешь. Может, он не хочет 3 маны тратить на это все. Ну, пусть скидывает случайную карту. Давай, давай. Это что? Тя-тя-тя-тя-тя. Это он такую же и скинул, но такую же и запутал. Вот и отлично. Выходит на поле битвы с двумя жетонами. Плюс один, плюс один на нем. Если в этом ходу умерло существо... Ух ты! Плюс пробивной удар. Ничего себе! Вот так вот. 5-5, значит. Неплохо, неплохо. Так, у нас выходит, что алтарная жатва. Пожертвуйте существу. Возьмите двигатель. Что за жертвы? Какие жертвы? О чем вы? Здесь мы выводим кошку. Кошку. Так. Опять кошку. С помощью костных осколков убиваем веприя. Ну, так я понимаю. Существо для жертвования, ну, я думаю, будет черная кошка. А, и что? Что там дальше выбрать? Кто скидывает? Ну, кто? Оппонент скидывает? Карту. Ну, и можем даже атаковать. Ну, пожалуй, мы не будем пока атаковать. Оставим на блок. Ну, хоть что-то оставим. Возьмите две карты. Ого. Так, у него пять земель. Один волк. Он им атакует. И, скорее всего, он его усилить может. Вот он же сейчас его усилит. Вот, смотрите. Вот он усиляет его. Не усилил? Усилил. Конечно. А то следовало ожидать. Остался живой его волк. Ну, ладно, мы хоть не получили дамагу. Пока что. Все. У нас ничего нет. Вот он сейчас будет этим волком грызть налево и направо. Да. Минус четверочка. Здрасте. Где наши все существа? Остать из могилы. Положите целевую карту существа с кладбища. А мы положим. Вот вепрят 3-3. Я че? Мы положим. Берем. Нам можно. Это у нас веприк. Хе-хе-хе-хе. Пробивной удар выходит. Если бы тут еще что-то подохло, в этом ходу было бы веселее. Но чего нет, того нет. Он будет атаковать волком. И блокировать как-то не особо получается. Хорошо. Мы пропускаем блокирование. Населяет волка. Четверочку пропускаем. Но не то. Тут всего-то 3-3. Был бы он 5-5, тогда бы волки и не атаковал. Так, еще. Опять что делает? В качестве. Возьмите две карты. Пожертвуйте существо. Можно чужое? Нельзя? Жаль. Кого мы еще можем тут поднять? Я знаю. Еще одного вепря. Наверное так. Хорошо, давайте поднимем еще одного этого вепря. По крайней мере, теперь можно заблокировать его волка. Он даже может и не будет атаковать. Пропускаем атаку. Ждем, что нам новое выпадет. Что-то же нам новое выпадет. Понятно атакует. Мы, понятно, будем блокировать двумя. 4-4. Ну хорошо, 4-4. И... Вот это поворот. Что-то внезапно так, неожиданно. 7-7 против наших. Общее 6-6. Это ничего. И он еще и выжил наглым образом. Никуда не годится. Шаркающий гоблин. Ну, давай гоблин. Может взять две карты? Ладно, мы это подождем. Продолжить. Продолжить. Значит мы его будем блокировать вот этой штукой. Я так понимаю. И мы блокируем. Этой штукой. Подтверждаем блокирование. Теперь останавливаем и его жертвуем. Как-то так, наверное. Не знаю, сработает ли это. Кто-то там получает минус 2. Наверное, волк. Минус 1. Минус 1, да. Мы подбираем еще две карты. Но при этом не нанесен в ревет нашему персонажу. Вот как-то так. Дальше есть могильщик. Целевую карту существа. Из кладбища в руку. И мстительный мертвец. Тут 2-2. Он становится 4-4. Ну, значит берем, наверное, вот этого могильщика. И его друга шаркающего гоблина. Ну, даже можно 2 шаркающих гоблина. Вот. Вот. Теперь можно даже пытаться этого волка заблокировать шаркающими гоблинами. Он их обеих убивает. Обоих. Вот тебе здрасте. В аппите. В аппите. В расцветной поступе. 2-2. Зеленый. Пожертвуйте его. Найдите карту базовой земли. Ну, ладно. 2-2. Это вроде ничего страшного. У нас в целом где-то так же по существах то же самое. Мы можем сдержать его, этот такой порыв. Блокируем с помощью двух этих самых гоблинов. Подтвердить? Конечно, подтвердить. Усилит он их? Не усилит. До лампочки. 4-4. Ничего. Все правильно. Слушайте, вот ему этот один волк зашел, и он им так кошмарит. Ну, а мы еще ему сделаем минус 2 с помощью способности этих же гадких гоблинов. Вот тебе и на. Получил, да, съел. Вот так вот. У нас тут есть что? Мстительный мертвец. Алтарная жатва. Ну, давайте, что? Конечно, мертвец. Когда этот чувак выходит на поле, возвращаем. Когда этот чувак умирает, оппонент теряет жизнь. Ну, пока не надо. Пока так. И, в принципе, можно атаковать на блок. У нас есть что-то. Мы атакуем. Пусть он блокирует, не блокирует. Что хочет, делает. Делай его. Но он может заблокировать и пожертвовать этого в аппите. То есть... Не хочет. Ну, и ладно. Земелька. Это не земелька. Это дух фруктового сада. Может быть, заблокируем только существом с полетом или захватом. От это поворот. И тоже до 2. А вот так. Как насчет атаки этой? В аппите. Ну, блин. Блокируем. Что делать-то? И... Стоп. Стоп. Ладно. Можно было пожертвовать. Ну, хорошо. Хорошо. Зато мы уничтожили в аппите и уже хорошо. Еще земелька, как вовремя. Так, тут он, да. Ну, все, что ждем. Или... Нужно атаковать. Ну, давайте атаковать. Может, он пойдет на размин. Не идет на размин. Ну, да. Он сейчас в более выгодном положении. Быстрее задамажит нас по 2, чем мы его по 2. Ну, ладно. Давайте. Это земелька ему вышла. Земелька. Выкладывайся в земельку. Это не земелька. Это может быть что-то плохое. Блокировать мы не можем. И еще что-то. Самбервальдский паук. Захват. И болезненность. Выходит на поле битвы с двумя жетонами. Плюс один, плюс один. Если в этом ходу умерло существо. Но этого не было. 2-4, между прочим. Классный блокиратор. Так же столько оживления. Уничтожьте целевое существо, не являющееся зомби. Оно не может быть регенерировано. Верните не более одной целевой карты зомби с кладбища. Отлично. Вот мы тебя и уничтожим. А вернем, ну, например, наверно, вот этого. Или, может, гоблинам их покарать. Ладно, берем Мстительного Мертвеца. Подтвердить. Лучше двух, но... Ладно. Да, и пока что его вывести не можем. Ничего. Атака. Атаковать будем. Все равно мы его не блокируем. Но надо хп уменьшать противнику. Хочешь, не хочешь. Ну, он тоже так умеет. Абсолютно точно так же. На минус два. Земля, это земля. Выкладывай быстрее. Нет, это не земля. Это какое-нибудь еще гадкое существо или заклинание. Что-то как-то печально. И опять этот гадкий паук. Дайте нам тоже такую штуку, как только что было. Дайте еще такое заклинание. Нет, вот тебе земельки. Не хватало земельки. Получи. Калачи. Ладно, выводим. Выводим вот его. Два-четыре. И атаковать бессмысленно теперь. Он все равно заблокирует. Прям какой-то кошмар. Ладно, теперь мы не атакуем. Теперь мы просто получаем двоечку от этого духа фруктового сада. Дух фруктового сада. Я знаю там. Яблочко наливное. А я говорю, там мат. Вместе мы фруктовый сад. И ничего. Да, да. Получаем. То волком кошмарит, то каким-то фруктовым садом. Земелька. Так и думал. И хорошо. Да ладно. И нам земельки. Классно-то как. Но опять мы ничего не делаем. Ну, вообще стоп. Так. За смерть кого? За каждый раз, когда Мститель из зоны умирает. Или вот этого мы давайте. Хорошо. Пожертвуем. Возьмем две карты. Ну, все-таки. Стоп. Это все земли. Ну, мы уже вывели землю. Вот и хорошо. Теперь может попадется существо. А вот и все. Он теперь атакует двумя. Что говорит? Все равно ты этого не заблокируешь. А так я мог двумя заблокировать. Ну, ничего. Сейчас просто выйдет необходимая карта, которая просто затащит битву. Вот сейчас. Вот. После этого хода. Вот сейчас. Что-то такое необычное. Спасибо за еще и оленя. Это классно. А теперь нам заходит классная карта, которая затащит битву. Ну, жестокое оживление. Уничтожьте целевое существо, не являющееся зомби. Это будет дух фруктового сада. Нам его нечем локировать. Поэтому мы его и уничтожим. Снова могильщик. Подтвердить. Так, могильщик. Четыре маны. Кстати, мы не выложили земельку. Выходит, и мы возвращаем карту, целевую карту существа. Ну, например, шаркающий гоблин. И его тоже выводим. Теперь у нас что-то и есть. Есть чем блокировать, по крайней мере. Ну, конечно, мы пропускаем атаку. У нас тут глухая оборона, глубокая. Окопались, не знаю. Все зомби окопались. Отбиваются от пауков и оленей. Но это не самое страшное существо. Страшнее всего дух фруктового сада. Это самое страшное существо. Ну, сразу после волка. Так, их надо как-то уничтожать. Либо как-то так атаковать, чтобы не блокировали. Но это как-то не получится. Какой-то длинный затяжной бой. Но что поделаешь. Еще один олень. Да ладно. Дион их столько берет. Она. Оно. Еще один упырь. Какое-то бодрое стояло. Получается. Ну, хорошо. Если мы атакуем, что происходит? В теории. Атакуем всеми. Ну, например. Например. 2, 3, 2, 2, 3, 2. Он блокирует, например, вот этим. Этого. Тут точно. Этого он может и не блокировать. Когда он не умирает, мы не сможем добить. Здесь. Значит, он получает единичку. Остается шаркающий гоблин. И, ну, скажем, этими блокирует этих два. У него пропадает оба два. Остается у него паук. А у нас никого не остается заблокировать. И он на следующий ход убивает пауком. Ну, это не весело. Поэтому мы пропускаем атаку. Нужно еще что-то типа вот такой магии. Уличная магия. Болотная. Давайте побольше. Но, тем временем, у него творится что у него творится. Он тоже не знает, что делать. И нападение на добычу. Целевое существо дерется. Это плохо. С кем же он хочет драться? И кем? Паук дерется с... Плохо. Не так, чтобы очень, но все равно плохо. Ну, конечно. Что нам еще зайдет? Как не земелька. Пока ничего нового. То есть, все тоже. Пропускаем атаку. Нам нужно что-то, что просто вот. Девять у него здоровья. Так как пыщ и снесет. Где эти чудесные карты черные, которые... Ой-ой-ой. Вот вепря-то нам и не хватало. Правда, он 3-3, но... По-моему, перевес чуть-чуть на его стороне. О, жестокое оживление. Кого мы будем оживлять? Целевое существо, не являющееся зомби. Верните целевую карту зомби с нашего кладбища. Ага. Значит, мы уничтожаем вот этого гадкого паука, а возвращаем... Ну, наверное, мстительного мертвеца. Ну, сразу же его разыгрываем. Так, ну, теперь перевес чуть-чуть у нас. На что до атаки? Если мы атакуем всеми... Нам надо, чтобы оставалось 3 карты на блоке. Потому что... Вот мы атакуем четырьмя. Например. Это общий дамаг 7. Он может себе позволить пропустить его. И в следующий ход убивает нас. И все. Поэтому мы пропускаем атаку. А атаковать двумя? Ну, бесполезно тоже. При наличии вот этого товарища... Понятно, он атаковать не будет. Да еще и земля ему зашла. А нам зайдет что-то классное. Во! Ворон-падальщик. Полет. У него пауков не осталось. Выходит повернутым. Вот и отлично. Сейчас мы будем доклевывать их воронам-падальщикам. А это оно. А зачем он ему пожертвовал? Чтобы получить землю? У земли не хватало. Это странно. Зато теперь можно попытаться атаковать ну, хотя бы двумя существами. Хотя бы двумя. Даже тремя можно. Давайте посмотрим. Тут, если другой зомби умирает, оппонент теряет одну жизнь. Но эти зомби не умрут, скорее всего. А вот шаркающий гоблин может и умрет. То кто выходит? Ну, и можно этим атаковать. И оставляем два на блок. Или лучше это на блок. А этим атаковать может. Какой-то глупый его попробует блокировать. И оно умрет. Было бы хорошо. Конечно, нет. Именно это блокировать не будут. А жалко. А, он его пожертвовал. О, его оленя. Ну, зато шаркающий гоблин таки нанес. Единичку дамага. Тем не менее. Оппонент теряет одну жизнь за то, что у нас погиб зомби. Это неплохо. Так, стоп. Пробивной удар. А вот это я не учел. Что-то я это и не учел. Значит, мы блокируем одним. И вторым. Вот так я как-то про пробивной удар. У Дарта и забыл. А он сейчас сделает какое-нибудь гадкое усиление. Типа. Нет, не делает. Типа там гигантский рост. Там 7-7. Ну, он еще получает один дамаг за то, что погиб наш зомби. И опять выводит оленя. Ну, хорошо. Все равно он сейчас им не атакует. А, она. Колдунья. Земелька. Ну, атакуем. Это мы оставляем. Этим мы атакуем. Этим мы атакуем. Ну, этих оставляем на блок. Думаю, так будет правильно. Ну, заблокируй оленем. Посмотрим. Не будет. Будет. Очевидно, он его пожертвовать хочет. Ну, ведь пожертвует. Пожертвовал, конечно. Вот у земли, он у него год сколько маны, может вызвать что угодно. Гигантских зеленых толстых существ просто. На раз два. А, волк темной чаще. Прекрасно. У нас есть с чем его блокировать. А может сейчас зайдет какая-нибудь чудо-карта, которая его и позволит уничтожить. Да, это землячка. Конечно. Так, ну, по-прежнему атакуем. А, в принципе, в принципе, можно атаковать уже всеми. Ну, и, наверное, на этом бой будет закончен. Даже если он заблокирует одно из них, два остальных добьют его. Ну, вот как-то так оно и происходит. Какие-то длинные, затяжные бои. Ну, что бывает. Что бывает. Всем спасибо за внимание. Ах, вот, тут еще у нас текст. Раздается стук костей, и слуга ведьмы поднимается из мертвых, чтобы служить новой хозяйке. И вам теперь с вашим мастерством, мини-кромантий, трудно будет поспорить. Радуясь своему могуществу, вы раздумываете над тем, чтобы вернуться домой, в доминарию, отыскать человека, ворона и отомстить. Такое вот. Ну, а всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.